Это привычный элемент любого двора. Контейнерная площадка. В простонародье помойка. Восторг от нее, пожалуй, сейчас испытывает только вот этот рыжий кот. Люди эту кошачью радость не разделяют. Но против мусорной площадки тоже почти никто не выступает. Без нее никак. Вопросы вызывают расположение, часто слишком близкое к дому или детской площадке. Наличие же мусоропровода в подъезде – настоящая головная боль для тех, кто живет непосредственно над мусоросборником. Причем не в переносном, а в прямом смысле. Из-за запахов болит не только голова, жалуются люди. Во Франции, говорят, запрещено вообще везде мусоропроводы держать. Из-за грызунов всяких, из-за запахов, из-за всего. И ничего. Нормально. Еще одна, куда более серьезная проблема – ширина лифта. Для людей, ограниченных в возможностях, они становятся непреодолимой преградой в мир. Широкие лифты нужны в поликлиниках, магазинах, в жилых домах, потому что у многих еще остались старые коляски, которые не влезают в обычные лифты. У самого Ивана коляска нового образца, самая узкая. Вот только и на ней в лифт заехать очень сложно. А вот и другое жилое неудобство – круглосуточная темнота. Путь к свету в квартиру Татьяны Валентиновны и ее соседи преграждают вот эти деревья. Посажены они в двух метрах от дома. На таком расстоянии, я считаю, конечно, что мешает. Если бы подальше немножко было бы, то было бы нормально, хорошо. Изменить все эти некомфортные обстоятельства проживания россияны призваны новые санитарные нормы. Хотя новое – это громко сказано, поясняют специалисты. Скорее, это поправки. Контейнерные площадки по-прежнему будут во дворах, но теперь не ближе, чем на расстоянии 20 метров от жилья. Еще одно нововведение коснулось расположения мусоропроводов. До сих пор они находились прямо в жилых домах. По новым санитарным требованиям мусоропровод не может располагаться под квартирами, как сейчас, и смежно с жильем. Посадка деревьев по новым требованиям будет производиться не менее чем в пяти метрах от жилых домов. А вот торговым объектам и мастерским из дворов придется переехать. Правда, произойдет это не завтра. Вопрос не стоит о том, что появились новые правила и нужно сразу бежать их применять куда-то. Применение этих правил будет проводиться в результате плановых проверок. В результате неплановых, если будут возникать такие основания. Главным образом подчеркнула Лаура Петрова, изменения коснутся новостроек. Проектировать и возводить их будут уже с учетом всех озвученных санитарных требований, в том числе и о Шеременовках.